Что можно посоветовать? Какие факторы на это влияют? Разные сегменты чувствуют себя по-разному. Недвижимость. Просто о сложном. Здравствуйте. У микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую Наталью Ашихмино, руководителя агентства кадастры и технической инвентаризации объектов недвижимости «Актион». Добрый день, Наталья. Добрый день. За долгие годы вашей профессиональной деятельности вам приходилось решать самые разнообразные задачи и работать с разными людьми, и уверен, что вам приходится сталкиваться с такой категорией предпринимателей, собственников, которые действуют по принципу, ну уж там в вопросах строительства, кадастра, инвентаризации, я сам как-нибудь разберусь без привлечения специалистов. Но на самом деле все это выливается в большие проблемы для бизнеса. Чем такая самонадеянность может обернуться? Я думаю, что у нас яркие примеры должны прозвучать в ходе нашей беседы. Ну, за многолетнюю практику, особенно там, за 10 лет, которые занимаюсь частным бизнесом, думала, меня очень сложно удивить, но оказывается, нет. Люди умеют удивлять, впечатлять, особенно, ну, последний год, наверное, полтора показательный. Наверное, это началось со времен пандемии, когда все предприниматели стали урезать расходы, расходы, ужиматься, какие-то вопросы пробовать решать сами. Но есть же народная мудрость скупой платить дважды. И очень часто бывает так, или непрофессиональные специалисты их консультируют, или основываются только на одну консультацию юриста. Я ни в коем случае не умоляю заслуги юристов. Юристы грамотные и так далее. Но они не могут проанализировать технические документы, техническую составляющую. Даже при юридической чистоте может много возникнуть проблем технического характера. И когда вы покупаете там участок или здание, вы должны понимать, сможете ли вы осуществить свои задумки в отношении этих объектов. А для этого нужно изучать документы, смотреть градостроительные регламенты, штудировать документацию. Ну, одни из ярких примеров, наверное, это вот последнего месяца здание под залог хотели отдать. И когда мы стали изучать документы, оказывается, в здании числится там один этаж и площадь там тысяча квадратных метров. А по сути дела, по факту, два этажа и площадь две тысячи квадратных метров. Понятно, у собственников возникли вопросы, потому что менеджер банка, когда придет оценивать недвижимость, чтобы сосчитать сумму кредита, тут уже кредит не выдадут под такой объект. Точно так же приобретают земельные участки, не смотрят ограничения, еще что-то там. И в результате не просчитывают нормы для размещения вновь строящегося здания, попадают в просаг, а не могут построить здание. Ну, вот таких наглядных примеров очень много, что с коммерческими зданиями, помещениями, земельными участками. А если затронуть финансовую сторону вопроса вообще, в какие расходы можно уйти, в итоге в какие суммы, что это действительно, скупой платят дважды, и ты не досчитаешься потом этих средств? Если вернемся к примеру про здание под залог, ну, тут мне сложно сосчитать, что тут получаться... Ну, у каждого своя ситуация, но все-таки. А тут нужно будет делать проектную документацию, изыскание, получать разрешение на реконструкцию, разрешение на ввод. Тут даже, наверное, не так деньги важны для предпринимателей в данном случае, а время. Но тут время это точно будет от полугода. От полугода. И каждый раз, ну, каждый объект, он требует своих вложений, но бывает это недешево. Документация. Но ведь предприниматель заплатил за документ уже, который он получил, а сейчас, получается, могут наделать больше сложностей, документы какие-то неправильные, сведения внести, и потом разгребать, всегда дороже бывает, исправлять ошибки. То есть, поступая так необдуманно, недальновидно, человек вообще может поставить под вопрос дальнейшее существование своего бизнеса, так я понимаю? Возможно. Может быть, я так громко не говорила, но я всегда говорю, имущественные активы, куда у нас включаются здания и земельные участки, это все-таки ключевой фактор для существования любого бизнеса и предприятия. При таких проблемах с документами это определенные потери, и, возможно, какого-то предпринимателя они поставят и под удар существование всего бизнеса. Тогда перейдем к вопросу, как вообще понять и как убедить себя, да, предпринимателю, что нужно обращаться действительно к специалистам? Как к этой мысли-то прийти? Ну, многие... Как себя перебороть, да, свое эго? Многие убеждаются на своих ошибках. Есть у меня такие клиенты, что да, вот мы тогда совершили ошибку, не пришли, не проконсультировались, документы какие-то не сделали. Сейчас они уже всегда предварительно это делают. Когда человек не хочет его, ну, не убедить никакими доказательствами и доводами, пока он сам не поймет, не поговорит с коллегами или еще что-то. Пока грабли не стукнут по лбу. Да, грабли не стукнут. И как вот сейчас пример, чтобы не наступить на грабли, у нас сейчас произошла очередная переоценка объектов недвижимости. А вот буквально сейчас отчет лежит на рассмотрении, предприниматели могут посмотреть свои объекты и задать вопросы. Это повод очередной раз проверить предпринимателям свои объекты, вот именно здание, помещение, есть там ошибки, нету. При необходимости внести какие-то коррективы в документы, чтобы эта стоимость была уже рассчитана, ну, верная, потому что на основании этой стоимости все имущественные налоги платятся. То есть в первую очередь это потом налоговая нагрузка. Да, да. Да, любые документы, это всегда нужно следовать, это всегда, я говорю, это налоговая нагрузка, это проверяющие службы, такие как пожарная инспекция, Роспотребнадзор, различные отчеты. Ну, у нас многие зависят там от площадей своих зданий. Да, конечно. Тогда давайте к вопросу пошагово, да, расписать. То есть есть вот у предпринимателя соответствующая потребность. С чего начинать? Непосредственно сразу к специалистам приходить, да, с самыми разными вопросами своими, да? Да, пусть даже это вы будете считать, что это вообще ни о чем консультация, но лучше задать этот вопрос и получить на него ответ, чем потом ругать себя, что не сделал этот шаг. Но всегда начинается с консультации вопроса, что делать. Все равно вы знаете, что вы хотите, и можете спросить специалиста, как вот это сделать, правильно ли я понимаю. Также очень много вопросов у нас сейчас идет. Вот это и какие-то старые документы решения вопросов с органами власти. С ними тоже надо уметь разговаривать. Не каждый обладает умением, да, эффективно поговорить с представителями власти. И говорить, что у нас, когда говорят, что, ну, с администрацией еще с кем-то работать невозможно, я говорю, работать с ними можно, надо знать, какой задать вопрос и какой вы хотите получить ответ. И тогда все вопросы будут решаться. Так или иначе, да, тут нужны люди с соответствующей подготовкой и соответствующими компетенциями. Я напоминаю, что мы беседуем с Натальей Ашихминой, руководителем агентства «Коктион». Ну и в завершении нашей беседы действительно нужно напомнить ваши координаты, где непосредственно можно с вами обсудить все рабочие моменты. В настоящее время мы находимся в самом центре города, Карла Маркса, 127, 7 этаж, офис 704. Благодарю вас, благодарных клиентов и тех клиентов, с которыми действительно хорошо взаимодействуют и работаете, и с которыми вы на одной волне. Спасибо за этот разговор. Благодарю всех за внимание и всем плодотворной рабочей недели.